Тогда спросите, может у вас не состыковка произошла с вашим представлением какая-то? Я пытаюсь объяснить. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, сколько важно развивать, грубое дело, человек? И вообще стоит ли девушке заниматься по сутиковой? Все, спасибо. Следующая тема, сейчас мы об этом будем говорить. Спасибо. Ну ладно, в общем, вам все понятно, то, что я сказал. Все, поехали дальше. Дальше. Значит, сейчас мы будем с вами изучать фундамент здоровья человека. Фундаментальные, принципиальные вещи, которые могут вам очень сильно облегчить жизнь. Фундаментальные вещи. Первое, что я хочу вам сказать, это то, что все болезни, это в принципе, возникают однотипно. У нас в организме есть, у каждого человека есть определенные психические вот эти вот слои, как, допустим, у радуги, да, есть вот такие вот слои, или, допустим, у кокона какого-нибудь есть слои, или у матрешки, допустим, слои. Так у человека есть вот такие вот психические слои. Каждый слой связан с какой-то системой органов. Вот, допустим, у кожи свой слой, у кровеносной системы свой слой психический, который связан с ней. У мышц свой слой, у внутренних органов свой и так далее. То есть есть энергетические слои, которые в целом обеспечивают энергией целые системы организма. И вот там, в этих слоях, у человека, у каждого где-то есть с рождения слабое место. Вот у каждого человека так устроено, что у него с рождения где-то в нескольких слоях, в четырех слоях, в четырех местах есть склонность к хроническим заболеваниям. У каждого человека. Вот. И именно там и скапливается плохая энергия обычно и создает проблему. Но бывает, что в каких-то других местах тоже она скапливается по судьбе и проходит. То есть есть простые заболевания, не хронические, а есть хронические. Вот, допустим, вот девушка, вот вы, нет, рядом, вы. Да, у вас там, где сосуды, сосудистая система, есть вот склонность к хроническим заболеваниям. И это тоже не везде бывает. У вас скапливается плохая энергия именно в сосудах головы. И поэтому у вас есть вегетсосудистая дистония. То есть у вас может голова окружится там или такое ощущение, что что-то такое как-то не так. Так или нет? Вы не знаете. Сколько вам лет? Нормально. Вот я просто вам говорю, я могу это диагностировать, я это вижу. Вот. Нет, я говорю про нее сейчас. Вот у вас бывают головные боли, да, девушка, вы рядом. Да, да, нет. Ну, это, ну, не важно. Это тоже. Ну, то есть, ну, у каждого человека есть вот такие вот нарушения в организме. Они иногда проявлены, иногда не проявлены, но они вот если проявляются там, где уже есть, понимаете. То есть у человека есть вот эти блоки энергетические, они превращаются в болезни или не превращаются. Это зависит от того, что происходит на дороге. Вот если на дороге пробка организовалась, значит болезни. А если просто дорога сужена где-то в каком-то месте, это предрасположенность болезни. Я вижу вот эти предрасположенности болезни и также могу понять, где есть болезни конкретно. Мне надо диагностировать человека. Я сейчас с лету просто там посмотрел и сказал, а так вообще просто поймите, даже сосуды, они могут страдать сверху, снизу в организме, не везде. И блок только на каком-то уровне стоит в организме, а он не то, что он везде. Он может потом разрастаться, конечно, если мы неправильно живем. Теперь слушайте дальше. Вот эти блоки в организме, вот эти вот нарушения движения энергии в шоссе, вот в этих хронических заболеваниях, они бывают трех типов. Вообще есть три энергии старения, три типа. Это классическая, китайская, там индийская медицины, там они все об этом одном и том же говорят. Есть энергия жара или огня, есть энергия холода или напряжения, есть энергия воды, то есть есть энергия воздуха, огня и воды. Вот эти три энергии, они создают все болезни в организме человека. Эти энергии, ну как бы, я не буду вам сейчас заморачивать в мозге, я очень просто сейчас буду говорить. Вот смотрите, эти энергии можно вывести из организма с помощью аскезы. Таким образом, желание жить, это желание побеждать свои энергии в организме. И это желание жить также означает желание совершать аскезы для своего здоровья. Вот что такое желание жить, допустим? Вот как определить, что вы хотите жить? Вот человек, а? В воде голову подержать. Как? В воде голову подержать. Вот, видите, он говорит об аскезе. Вот голову в воде подержал, желание жить. Потому что у него в голове копится жар, как всю жизнь. И поэтому ему надо ее охлаждать. У него то же самое, кстати. Вот, ну у всех по-разному все. У некоторых холод в голове, вот как у вас, девушка, я бы сказал, у вас холод в голове, а не жар копится. Она у вас мёрзнет. А жар копится внизу тела, наоборот, у вас. Ну то есть у всех по-разному совершенно, понимаете? Но идея заключается в том, что желание жить означает, вот люди даже не могут оформить эту идею. Желание жить означает что-то делать для своей жизни. Это называется аскеза. То есть совершать какие-то усилия для того, чтобы жить. А я вам сейчас конкретно скажу, какие усилия. Смотрите, есть три типа старения. Вот, допустим, когда человек поправляться начал, поправляться, слизь в организме. Это одно и то же. Один тип старения. Это энергия воды. Ну то есть не то, что вода в организме плохая скапливается. Нет, говорит, надо воду из организма убирать. Нет, это не вода. Это просто лишний вес. Вот так надо воспринимать. Лишний вес или слизь, как бы нарушение токсины. То есть лишний вес или токсины. Вот запомните. Это одна энергия старения. Старше человек становится, тем больше у него склонность к токсинам или лишнему весу. У кого-то к токсинам, а у кого-то к лишнему весу. Это один тип старения. Запомните, у него есть три стадии. Первая стадия просто токсины или лишний вес. Вторая стадия доброкачественные опухоли или кисты. И третья стадия это злокачественные опухоли. Понятно? Три стадии вот этой вот энергии, вот этой вот времени. Энергии времени. Так старит человек. И у каждого есть предрасположенность к одному из трех видов старения. Есть три типа в целом омолаживания человека. Они всем известны, просто я сейчас более серьезно об этом буду говорить. Итак, запомните, если у вас склонность есть к лишнему весу, или постоянно что-то то ли слизь в горле, то ли в носу, то ли простываете вы, то ли несварение какое-то в организме происходит, желатье бурчит там постоянно что-то такое, то это значит, что вам нужно делать две вещи для того, чтобы продлить свою жизнь. Первая вещь это длительное монотонное спокойное движение, а вторая вещь это пост. Пост. Причем, знаете, что если говорить об омолаживании человека, то когда солнце поднимается вверх, вот дошло до верха, вот пока оно поднимается вверх, в это время организм лечится. А когда солнце опускается вниз, в это время он отдыхает от лечения. Поэтому все лечение человек должен делать только с утра и до обеда. Все остальное время не для лечения предназначено. Есть, конечно, успокаивающее лечение. Допустим, человеку надо расслабиться, тогда это лечение происходит вечером. Но если говорить о омолаживании, мы хотим омолодить свой организм, очистить от чего-то, то все очищение организма идет только с утра. Запомнили? Итак, первый тип старения. Вот я чуть-чуть поправился, допустим. Все, это старость. Не то, что совсем уже большая старость, а чуть-чуть старость. Еще больше поправился, еще больше старость, еще больше поправился, еще больше. А если уже как бы совсем поправился, то жди дальше доброкачественных опухолей. Доброкачественные опухоли появились, жди злокачественные. Понятно? Ну то есть некоторые говорят, это вирусы виноваты, это паразиты виноваты, это немцы виноваты. Ну то есть кто-то виноват постоянно, но виновата просто жизнь. То есть у нас есть энергия времени, она действует, и мы поправляемся быстрее, чем раньше. Значит вот маленькие дети, они там бегают, прыгают, что-то не поправляются. Некоторые поправляются быстрее, значит это старение, быстрее у них идет по этому направлению, нужно вбить тревогу. Второй тип старости состоит из двух как бы аспектов. Первый аспект это напряжение внутри человека. Напряжение невидимая вещь, но его можно понять по следующим признакам. Первое, не могу заснуть. Второе, болит голова. Третье, суставы болят, позвоночник болит. Вот, болят кости, запоры начались в организме. Вены вылазят. Это все напряжение. Запомнили? Это все напряжение в организме. И второй тип старения, вот через эту, через энергию воздуха, есть энергия воды, это у нас лишний вес, энергия воздуха, это напряжение. И второй тип старения через эту энергию, когда человека сковывает. Ну, допустим, не могу уже почесать спину, не могу нагнуться. Не то, что болит, а просто не сгибаюсь. Вот. Шея поворачивается меньше уже. Ну, то есть, сковывает человека постепенно. Вот эта вот скованность и напряжение, это два типа старения. Одного и того же, это энергия воздуха, так движется в организме. Запомните, что для двух этих типов старения нужно два типа победы над судьбой. И один тип называется спокойное движение, долгое. А второй тип, это неподвижное положение тела. Когда человек больше сковывает его, он не может согнуться, то тогда неподвижное положение тела побеждает этот тип старения. А когда у человека напряжение, внутри голова болит, там суставы, позвоночник, заснуть не могу, курить хочу, курение тоже от напряжения идет. То тогда нужно длительное движение, большее. Но статика тоже нужна в этом случае. Я вам буду объяснять, как это правильно все делать, попозже. Сейчас мы в общем и говорим. Вы не скучаете? Кто скучает? Поднимите. Никто не скучает? Хорошо. И третий тип старения, это когда у человека увеличивается жар в теле. Это означает, жарко становится жить, раз. Означает воспалительные процессы в организме, два. Означает язвы всякие, три. Аллергия, четыре. Не было аллергии, появилась аллергия. Значит идет старение организма, как у всех людей. Вот. У меня никогда не было аллергии. Что она появилась, непонятно. Экология, наверное, плоха. Да просто ты стареешь. Мы все стареем. Не было аллергии, появилась аллергия. Не было кожной болезни, появилась. Это означает старение. Жар в теле, глаза устают от жара. Это признак старения. Раньше не уставали. Раньше не было. Голова жарко. Спать не могу душно ночью. Значит жарче те становится. И жар из тела убирается с помощью двух вещей. Первое это пост. И второе это неподвижное положение тела. Теперь следует знать, что все эти вещи, которые я сейчас объяснил. Пост, неподвижное положение тела. Это и также движение долгое. Эти все вещи, они являются фундаментом долголетия человека. Некоторые люди говорят, что я постоянно бегаю, я постоянно хожу туда-сюда. Что я не омолаживаюсь? Поймите, что омолаживание это не туда-сюда ходить, а есть определенные правила. Первое правило. Человек непрерывно двигается, не напрягая себя, не думая ни о чем плохом. Желаю всем счастья, позитиве. Он двигается долго. Если, допустим, он бежит, то где-то через 25 минут бега начинается даже где-то от 15 до 25 у разных людей по-разному. Начинается с этого момента только после 25 минут бега, 15 минут, только с этого момента начинается омолаживание. Причем бежать не надо так, чтобы уставать. То есть можно бежать даже медленнее, чем идешь. Но это бег, это все равно эффективнее. Когда человек бежит, у него быстрее омолаживание происходит, чем если бы он шел, даже если сильно напрягается. Ну то есть я могу просто вам, я исследую это все, эту тему я исследую. Я могу сказать, что есть определенные слои энергетические в организме. Их всего 4. И у меня вот в организме через 2,5 километра бега включается очищение первого слоя. Через 5,5 километров включается очищение второго слоя. Это примерно. Чуть больше, чуть меньше бывает. Через 8, через 9 километров включается очищение. То есть прибавка идет 3,5 километра. Через 9 километров идет, через 8 километров идет очищение третьего слоя. И когда я пробегаю 12 километров где-то, у меня полностью очищение всего организма происходит. Причем это также параллельно влияет на активное долголетие. То есть по моему ощущению, то что я прослеживаю у себя, то у меня за 15, где-то ну там 12-15 километров бега, когда я бегаю, вот у меня активное долголетие продлевается до 86 лет. А начинается, то есть у меня как бы активное долголетие в пассиве, это где-то чуть меньше 70 лет, 67-68 лет. У меня, то есть дальше уже старость начинается. И вот, о нет, сейчас, стоп, сейчас я вспомню. Нет, это, это 58 лет, а не 60, и 86. Вот за полтора часа бега, 15 километров, ну примерно полтора часа, активное долголетие увеличивается до 86 лет. Но это не значит, что я точно столько проживу, потому что пройдет 2-3 дня, и оно опять уменьшается. То есть я опять пробежал, опять увеличится, идет влияние времени, и я также влияю на него своими силами. То есть идет борьба. Вот, причем интересно знать, что, ну допустим, я сейчас вам расскажу про свой организм. Я сам ищу, пытаюсь понять что-то, и не все понимаю. Я думал, что йоги достаточно и поста для того, чтобы быть здоровым. И я йогу делал уже с 12 лет, всю жизнь. И также делал пост где-то уже 20 лет, я не ем до обеда на воде, почусь. И где-то 2,5 года назад у меня появилась одышка даже при ходьбе. То есть я иду, чувствую так, ну что такое, я же йогой занимаюсь. Вот, и когда я побежал между порта этими двумя, там, этими терминалами в Шереметьево, перепутал там терминал, или там они поменяли терминал на самолете, уже время мало было, я побежал, и пробежал там каких-то 500 метров, и я задохнулся просто, и у меня воткнуло, я понял, что это старость. И тут у меня дошло, что я что-то не доделываю для себя, и я начал просто бегать. А не бегал я, потому что я поддался ложным теориям. Есть такая теория, что если человек часто дышит, то он сокращает продолжительность жизни, то есть надо меньше дышать. Реже дышать, значит дольше живешь. И я вот в это поверил, и это была моя ошибка. Вот, в этом есть смысл, если человек йог там в Гималаях сидит, ничего не делает, тогда ему можно пореже дышать и подольше жить. Но как бы в нашей ситуации это не работает. Ну, в общем, идея в чем заключается? В том, что я начал бегать. И сначала по 500 метров. Каждый день я бегал по 500 метров. И в принципе нормально. Потом я начал бегать больше, больше, начал бегать где-то километр, полтора. И после полтора километра у меня, ну да, не два с половиной, а полтора километра, после полтора километра у меня открылось второе дыхание. То есть раз легкость появилась в теле, я успокоился, начал легко дышать. С этого момента у меня началось очищение организма, я только потом это понял. Потом, когда я начал бегать 5,5 километра, где-то 4,5-5,5 километра, там все, погода еще зависит, все меняется. Вот. У меня второй раз открылось второе дыхание. Потом где-то на 8 километрах третий раз второе дыхание открылось, и на 12 километров четвертый раз. То есть второе дыхание означает, что оп, как будто не бежал. Вот легко стало. Я начал анализировать это, пытаться понять, и я увидел, что происходит очищение организма на разных уровнях организма. Понимаете, есть разные слоения и с разными функциями отвечают. Допустим, первый энергетический слой связан в целом с кожей человека, подкожной клетчаткой. И вот кожа вылечится уже на первом слое. То есть ты бегаешь, допустим, 5 километров, уже кожа вылечивается. Если ты хочешь сосуды вылечить, надо 8 бегать, это второй слой. Если ты внутренние органы хочешь вылечить, то это третий слой. Надо бегать уже... А, не, 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 ну да, 8. Нет, не жди, сейчас я вам расскажу. Вот, надо бегать уже там, допустим, так, сейчас, стоп, стоп, стоп. То 4, где-то 5, первый слой, потом 7, 8, второй, потом где-то 10, третий слой, где-то 12, 13, 14, третий, четвертый. Вот. То есть если хочешь внутренние органы, у тебя там щитовидка страдает, допустим, то надо уже где-то до 10 километров бегать. А если ты хочешь, чтобы у тебя там нервная система вылечилась, гормональные функции, то это уже где-то до 13-14. Я все это на себе проверил, потому что сейчас я уже бегаю по 15 километров, и как раз я бегаю столько, сколько нужно, чтобы все вот эти слои прочистились. Ну, совсем недавно начал бегать, вот, я очень медленно увеличивал, потому что если чуть-чуть больше будешь делать, то будет перегрузка. Перец, как я бегал? То есть я бегал сначала каждый день по 500 метров. Потом, когда я начал бегать где-то 3 километра, я понял, что организм не успевает восстанавливаться, и я начал бегать через день. Потом, когда я начал бегать где-то по 5-6 километров, я понял, что надо бегать через 2 дня, потому что не восстанавливается организм. Сейчас я бегаю, ну, то есть когда я бегал где-то 10, я понял, что надо бегать через где-то 3 дня на четвертый. И когда я начал бегать по 12-15, то я теперь бегаю раз в 5-6 дней. То есть 5 дней проходят, я бегу вот так. Когда человек начинает двигаться, то у него размягчается тело. То есть что я почувствовал, какие изменения в организме. Первое. Я плохо нагибался уже в 50 лет. Мне было тяжело, кряхтел, когда нагибался. Не то, что я не мог нагнуться, мне тяжело было, скованность была, нагибаюсь, я кряхчу. Сейчас мне легко нагибаться. Ну, а? Мне 52 года. Я два года бегаю, я вам рассказываю, что за два года произошло. Вот за два года я с 500 метров увеличил до 15 километров. Постепенно я не напрягался совершенно нормально. Вот. Дальше. У меня прошла дышка, вот эти все вещи. Я похудел на 9 килограмм. Вот если я... Кто был на прошлый раз? Видите, я похудел. Похудел на 9 килограмм. Стал страннее, легче, как бы, не легче переносить поездки, дорогу. Вот. Ну, то есть, произросли серьезные изменения в здоровье. Несмотря на то, что я веду здоровый образ жизни, и вот я почувствовал изменения. Хотя до этого я йогу всегда делаю. И поэтому у меня скованности в теле не было. Йога убирает скованность. В статической гимнастике убирает скованность. Так как я постился, я, в принципе, сильно не поправлялся. И ни злокачественных, ни доброкачественных опытов не возникало. Но вот из-за того, что я не бегал, у меня появилось напряжение в теле. Оно росло. То есть, бег убирает напряжение. Вот, допустим, если у человека психическое заболевание, это тоже напряжение в теле. И оно лечится именно движением. То есть, если человек будет долго ходить, не обязательно бегать, можно долго ходить. Тоже будет то же самое. Просто медленнее эффект возникает. Надо больше проходить, чтобы полностью очистить организм. Но даже если человек один цилиндр прочищает, он уже в целом становится очень крепким. Допустим, человек проходит где-то 7-8 километров в день быстрым шагом. Это уже достаточно, чтобы не болеть, в принципе. Но при этом надо радоваться, идти и радоваться жизни. То есть, я вам еще об этом расскажу, как организм восстанавливается благодаря этой аскезе. Движению или стоянию. Теперь насчет статики. Статическую упражнение надо начинать просто стоять. Просто неподвижно стоять. И когда человек стоит... Вот, вот вены болят, да. Вот смотрите, послушайте меня насчет болят. Я когда где-то начал бегать 5 километров, у меня заболели тазобедренные суставы. И мои друзья мне сказали, ну вот видишь, бегать не надо, потому что суставы стираются. И мне как-то это все немножко так стало странным, потому что они сравнивают человека с машиной. Ну то есть, у машины все стерлись, колодки поменяли, там колеса поменяли, поехали дальше. Так же у человека, типа, стерлись суставы, искусственные поставили, бегать дальше. Но что-то мне как-то эта теория, как-то я чувствую, что что-то не то. И я, несмотря на то, что... Не то, что они сильно болели, они ныли, понимаете, это становилось ощутимо. То есть я хожу и суставы чувствую постоянно. И такое ощущение, что скоро они начнут уже отваливаться. Страх какой-то возник. Но я не поддался этому чувству. Вот это и есть желание жить, когда ты не соглашаешься. Вот я сейчас еще вам расскажу некоторые моменты. Полгода у меня болели тазобедренные суставы. Они перестали болеть через полгода. И сразу же заболело колено. Правое. Тут же. Я думаю, ну вот, наверное, теперь колено отваливается. Оно болело еще где-то 3-4 месяца. Потом заболело левое колено. Потом заболело сердце, представляете? Вот я бегу и сердце болеет. Что это? Старое, что ли, уже сердце болело. Переболело. И сейчас я бегаю, ничего не болит. Это значит, что все пролечилось, понимаете, мои хорошие. И ничего не болит. То есть ни бедра, ни колени, ничего не болит. Все. То есть все суставы, позвоночник тоже у меня, поясница. Я делал йогу, у меня поясница уставала. Сижу в пояснице, сейчас не устает. Я нагибался, когда у меня, как бы, ну, как бы, такой скованность. Сейчас нет скованности. Это означает, произошло омоложение организма. Теперь одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, а у меня болят колени, у меня полиартрит. Мне тоже надо ходить? Я говорю, конечно. Она говорит, ну, у меня болят, мне врачи, говорит, меньше ходить. Такая, я говорю, а врачи всегда так говорят? Вот, допустим, у меня глаза болят, меньше смотреть. Ноги болят, меньше ходить. Попа болит, меньше какать. Легкие болят, меньше дышать. И так далее. Это философия вот этой вот людей, которые не понимают, как устроен организм. И нас вообще рекомендуют меньше жить. Вот, допустим, ты пришел в больницу, классика Жангра. Говоришь, у меня суставы болят. Это не лечится. Вот таблетки, они могут только боль убрать, но суставы не вылечатся. Поэтому привыкайте просто, привыкайте к земле. Вот. Я сейчас приведу такой пример. У меня наступил плохой период астрологический, связанный с правым глазом. Я сегодня уже говорил об этом, что я там что-то набедокурил, и теперь за это получил болезнь. И у меня что-то, он все больше и больше какие-то напрягается, как-то что-то там происходит. И вот уже это длится где-то месяца 4. И я пошел к профессору глазному, серьезный врач, он посмотрел, у вас, говорит, у вас сильно повышается внутриглазное давление. Поставил диагноз глоукома, повышение внутриглазного давления. Выписал капли, вот эти вот утром, а вот эти вечером. И смотри, не перепутай. Замечательно. Я говорю, а как-то по-другому можно лечить вообще? Гимнастика, глазные упражнения какие-то, точечные какие-то воздействия на глаза, точки. Он говорит, это все туфта. Вот я доктор наук, как бы медицины глазной. Глазное давление не лечится никак. Я говорю, а вообще с чем связано? Он говорит, а это спазмируются мышцы, которые мешают оттоку жидкости глазной. Это даже не сосуд. Я говорю, ну ладно, хорошо. И я начал в молитве медитировать на глаз. Увидел эти мышцы, увидел, что они у меня спазмированы. Вот. Нашел точки на ухе, которые связаны с этим местом. Дальше в течение недели где-то медитировал на разные семена растений. Подобрал себе комбинацию семян на этих точках. И у меня сразу же восстановилось глотное давление. Буквально в секунду это действует моментально. И сейчас я просто ношу вот эти семена. И уже месяц не повышается глотное давление. Я даже капли с собой не взял дорогу эти, которую он подписал. Потому что я точно знаю, купил этот измеритель давления специально. У меня нормальное давление. Все. Оно не повышается. Если у вас у кого-то глазное давление повышается, то можете к нам, к Максиму, обратиться. Мы вам сделаем то же самое. Я знаю, как это уже лечить. Теперь на себя попробовал. Выйти с пластырем ходить в ушах. Вместо капли, глаза капать. Ну то есть пройдет плохой период и перестанет напрягаться глаз. Понимаете? И до свидания болезнь. А сейчас, пока он идет этот плохой период, не надо это носить. Потому что иначе будет повышаться глазное давление. Там влиять на зрительный нерв. Там атрофия сетчатки может начаться и так далее. Я просто как пример вам привожу. Если у меня здоровый... А, мне еще... Я говорю, а бегать-то можно? Он говорит, да ты что? Это же сразу глазное давление повышается. Я говорю, в холодной воде я купаюсь, можно? Я ни в коем случае. Вот теперь слушайте дальше. Я научился просто научить определять давление в своем глазу. И я во время бега специально пробовал. У меня снижается глазное давление во время бега. Когда я купаюсь в бане, у меня есть аппарат. У меня в парной прям мере, оно улучшается глазное давление. Когда я в прорубь заложу, улучшается глазное давление. Оно у меня ухудшается, когда я смотрю в компьютер только. И все. Понимаете? То есть вот эта теория, что ты ни пукай, ни живи. Это теория вся. Это глупость. Понимаете? Сердце больное. Как бы не разговаривай, не общайся. Понимаете? То есть это они не дают жить человеку, такие советы. Ну то есть другими словами, есть плохие периоды. Плохой период влияет на сердце. У тебя сердце постоянно болит. Там на ногу нога болит. На глаз глаз болит. Функциональное. Это называется функциональное расстройство. Это не является признаком здорового. И естественно с возрастом больше таких влияний. Но это не значит, что человек больной. Понимаете? Там все, глаукома, все, дыши в трубочку. Понимаете? Я не согласился. Я бегаю, как бегал, купаюсь, как купался. Все делаю то же самое. Ничего у меня не хуже не становится с глазом. Наоборот, лучше становится. Причем он удивился. Он говорит, такое большое давление и с глазом никаких изменений. Потому что я тренируюсь. Пока я бегу, у меня распазмы эти прошли. Вот и все. Ну просто я вам привожу эти примеры на себе, чтобы вы поняли, что я не фантазер. Я конкретно на практике применяю свои знания. И как бы пытаюсь это так же людям другим помочь, если я что-то понял. Поехали дальше. Статическая гимнастика. Вот если, допустим, у человека психика подвижная очень, он такой а-а-а, постоянно, то есть он чувствует беспокойство, постоянно раздражительность. Ему нужна статика. Настроение меняется постоянно. Психики накопилось, что-то нахлобучилось и мучает. Нужна статика. Причем статическая гимнастика хорошо, вот я когда бегу, я лекцию слушаю своего наставника. Концентрация внимания возрастает несколько раз, легче слушать, когда бежишь. Когда я стою неподвижно, я молюсь, читаю молитву, супер сочетается это. Ну то есть сначала люди говорят, а йогу не могу делать, у меня тело не гнется, да и не надо. В православных храмах ночной обдение стоят люди неподвижно ночью, вот они и лечатся в это время. Знаете, все уже заложено в нашей жизни, посты почему люди делают, потому что это омолаживает. Почему они стоят неподвижно на службу, потому что это лечит. То есть когда человек стоит где-то 15-20 минут, начинается очищение тела. И в этот момент он проходит такие этапы, вот смотрите, человек стоит неподвижно или упражнение какое-то делает, есть этапы. И когда вот все эти этапы прошли, начинается очищение организма. Первый этап – тело затекает. Второй этап – появляется жар в теле или мурашки. И мурашки – это такое неприятное движение. Третий этап – тело становится цепенеет, как будто онемело, немеет. И четвертый этап – легкость. Теперь я вам объясню, откуда эти этапы. Первый этап – тело затекает. Тонкая энергия втыкается в каналы и чувствуется отек. Ну то есть она разгоняется тонкой энергией, нарушается функция временная, начинается отек, затекание. Второй этап – жар, то есть пробивается энергия уже. Пробилась, начались мурашки, пошла, то есть двигаться. Третий этап – а не менее, означает, она пошла двигаться, но каналы не готовы еще к этому. Они, как бы им тяжело это перенять. Это уже более быстрое движение энергии. И потом легкость в теле. Это значит, что все, прочистился какой-то слой энергетический. Обычно у человека после 20 минут стояния наступает легкость. Это значит, что организм начал очищаться. Он еще, допустим, 20 минут стоит примерно, первый слой очистился. Ну даже не так. 15 минут где-то в среднем начинается очищение, потом еще 15 минут первый слой, еще 15 второй. Даже просто 45 минут стоять – это уже очень круто для здоровья. По крайней мере, сосуды у тебя будут железными, то есть здоровье в сосудах будет. Настроение тоже связано с сосудами, эмоции человека из сосуда на одном слое. То есть эмоции будут хорошими, у тебя будет нормальная устойчивая психика, ты не будешь нервным, раздражительным. А если ты хочешь шизофрению лечить, тебе надо делать эти упражнения уже где-то, стоять неподвижно, я думаю, не меньше час-двадцать. Учиться. Теперь, когда надо заканчивать? Вот я, допустим, начал ходить. Чувствую тяжело. Я заканчиваю. Это ощущение тяжело будет постепенно отдаляться. Вот я стою, допустим, 15 минут, через месяц я смогу уже 20 стоять, через месяц 25 и так далее. Понимаете, да? Постепенно отодвигается это все. Значит, организм увеличивается резерв здоровья. Что дает человеку статическая гимнастика? Вот просто стоять недостаточно. Вот если вы уже долго стоите, по 40 минут, значит, еще две вещи делаете. Садитесь на ноги, вот на ноги садитесь прям, вот так ноги вытягиваете вперед, сидя, и постепенно нагибаетесь. Вот как расслабило, больше нагибаетесь, расслабило, больше, расслабило, больше. И это нагибание тоже увеличивайте по времени. Я думаю, 40 минут всем достаточно. Вот 40 минут нагибаешься вперед, это быстрее очищение идет организма. Где-то три цилиндра психических уже прочищаются из четырех. Теперь второй вариант. Вы встали на колени и просто вот легли назад на колени. Представляете, ну как бы на колени, под себя ягодицы подогнули и назад легли. Это второй вариант. Всегда, если вы нагибаетесь вперед, обязательно нагибаться назад. Понимаете, нельзя только вперед, будет дисбаланс в организме. И всегда увеличивайте потихоньку время. Вперед нагнулись, расслабляетесь. Назад нагнулись, расслабляетесь, лежите. То есть я делаю всего четыре упражнения статических и уходят у меня на это два с половиной часа сейчас. Это максимум. Я нагибаюсь вперед, нагибаюсь назад. Вот это такой плуг делаю назад. Вот потом это... Нет, это назад, я не помню как это назвать. Я делаю на шее, вот стою, это была поза плуга, по-моему. Одно упражнение, потом второе. Вперед нагибаюсь, назад и стойка на голове. Все. Больше ничего не делаю. Этого достаточно для того, чтобы быть здоровым. Я вам не обязательно на голове стою. Вперед нагнулись и назад. Все, вся йога, больше ничего не надо делать. Если люди делают упражнения одно, второе, третье, это для тонуса. Вот понимаете, если вы зарядку, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это для тонуса. А если вы хотите омолаживаться, то тогда вы должны наклоны делать долго. Видите, это уже как-то не очень физиологично, да? Или подтягиваться долго. А вот если ты долго идешь, это уже физиологично. Понимаете, поэтому я говорю, ходьба или бег, это самое лучшее для того, чтобы долго, для омоложения. А наклончики, это для бодрости. То же самое йога. Если вы быстрые упражнения какие-то едете, делайте по йоге. Это вам для того, чтобы тело было бодрым. А если хотите, чтобы у вас тонкие каналы очищались и хронические болезни проходили, тогда нужно долго это делать. Вот если, допустим, ты йогу делаешь, ты пробиваешь каналы. Вот, допустим, если взять, как я уже вам говорил, допустим, воспалительные процессы, лечится йогой. Напряжение в теле лечится йогой. Понимаете? Допустим, головные боли, значит, напряжение. Это венозные, вот вы говорите, вены у меня болят. Надо долго стоять учиться и долго двигаться одновременно, и вены начнут восстанавливаться тогда. Вы говорите, а у меня болят, я не могу, я боюсь. Если болят, значит, все хуже становится. Я вам говорил, что болят, значит, лечатся, если ты это делаешь в процессе оздоровления. Понимаете? Вот я не закончил про женщину, у нее суставы болели. Я говорю, надо ходить. Она начала ходить потихонечку, и у ней суставы начали проходить, мои хорошие. Понимаете? Она не могла вылечить много лет, ничем. Начала ходить дольше, дольше, дольше. В какой-то момент раз, жар в суставах пошел сначала. Потом они мягче стали, и потом постепенно боль прошла. Но сначала они, когда начала ходить, чуть-чуть больше стали болеть, но не сильно. Понимаете? Она все увеличивала, увеличила нагрузку. И когда они сильнее болели, она не ходила, а чуть-чуть меньше опять идет. Они опять у нее заболели, опять отдохнула, опять начала идти. И так постепенно у нее все меньше и меньше стали болеть, и вообще перестали болеть. Кто уже так сделал такой результат? Поднимите руку. Есть здесь такие в зале? Вот, пожалуйста, вам есть уже две руки. Я такие лекции не так давно читаю, но уже люди слушали и пробуют. Да? Важно. Давайте... Вы не устали от меня, кстати? Тема сложная. Давайте я вам еще кое-что расскажу. Я вам рассказываю самую суть медицины. То, что врачи сейчас вообще не знают, а это самая основа, понимаете? Вот так надо лечиться, человек так должен жить. Все остальное — это помощь. Вот давайте я теперь вам расскажу наш опыт работы с людьми многолетней. Я долгое время, уже в течение 20 лет лечу с помощью трав, камней, деревьев, разных компонентов деревьев, с помощью питания, специй. Я все эти вещи изучил очень серьезно. И я заметил одну и ту же вещь, что один и тот же человек, когда он начинает лечиться, чем бы его не лечился, рано или поздно это лечение его истощает. Ну, то есть он лечился, лечился, потом бац, уже не может лечиться. Мы даем ему другое лечение. Он начинает лечиться и быстрее это его еще истощает. И потом приходит время, и человек вообще уже ничем не может лечиться, его все истощает. А мы все подбираем индивидуально человеку. Я никак не мог понять сначала, что такое. И потом меня озарило. Понимаете, оказывается, в организме человека есть просто запас определенной энергии. Как ты его тратишь? Вот что такое лечение? Травами, камнями. Чем хотите? Это все просто распределение энергии. Вот я семена поставил, это распределение энергии. Они просто убрали спазмы, распределили энергию в организме. Вот и все лечение. Но если энергии в организме нет, никто тебе ее не распределит. Так вот, запомните, энергия в организм поступает только с помощью неподвижного стояния, поста или движения. Вот это энергия для лечения. То есть, оказывается, организм заряжается как батарейки. Понимаете, это происходит в позитивном настроении и с помощью аскезы. Вот эти три типа аскезы заряжают человека на то, чтобы жить дольше. И лечение, если вы хотите лечиться травами, камнями, деревьями, гиглокаун, чем хотите, все виды лечения, они эту энергию засасывают и распределяют. Вот, допустим, вам нужно распределить энергию? Делайте там, я вам расскажу, как что действует, какие виды лечения, как об этом мы тоже поговорим. Но если вы хотите, чтобы была энергия лечиться, нужно делать то, что я вам сказал сейчас. Потому что без этого ничто вас не вылечит. Это наш 20-летний опыт работы. И когда мы начали людям говорить это, они перестали перегружаться, и методики перестали перегружать. Все. Люди могут долго лечиться, и они не устают от лечения. Потому что усталость означает истощение. То есть распределяем, распределяем, энергия кончилась, нечего распределять. И компьютер выключить из сети. Он работает, работает, бац, все, перестало все распределяться, потому что нет электричества. Вот теперь запомнили это все? Вот давайте, ладно, на вскидку. Это недолго мы будем делать, просто на вскидку. Чего мне не хватает? Давайте, поднимайте руку. Ну вот поднимайте руку, в каком смысле? Вот девушка, что вас волнует? Вот вы подняли руку. Нет, вот сзади. А что вас волнует? Что вам? Какая проблема? Все правильно. Смотрите, у вас организм перебружается, перегревается чуть-чуть. И у вас сковывается организм. Вот перегрев плюс сковывание дает вам то, что надо. Двигаться раз, статика два и пост три. Но больше всего нужно движение. Потому что больше всего именно напряжение в организме. Понимаете? То есть чего больше, то и надо. Вы не сильно поправляетесь. У вас, поэтому как бы пост не сильно нужен. У вас токсины не сильно скапливаются. Вы как бы перегреваетесь не сильно, хотя есть перегрев в организме небольшой. Поэтому основное движение, но статики тоже надо немножко добавлять. Иначе будет дисбаланс. Понятно? У вас сильно напряжение в организме, женщине. Даже не надо вас спрашивать. Сильно напряжение в организме. Очень много движения и статики. И потом пост подключать, потому что вы поправляетесь. Тоже. А? Вы, вы, да, вы. А может, можете развернуть патроны? Ну, у нас же три дня. А? У тебя нет. А? У меня нет. А вот движение и сердце колет. Сердце колет, значит лечится. Значит лечится. Вы сильно напряжены, женщине. Сильно напряжены. Вам надо потихонечку сначала ходить. потихонечку а потом все больше и больше потом бегать начать и так вы планируете на пару лет вот так разгоняться как только начнете вот смотрите я сейчас конкретно ей даю предсказание вот как как только начнете ходить больше шести километров или бегать больше четырех у вас сердце перестанет колоть но вы должны бегать спокойно не напрягаясь не заставлять то что вы сейчас пробежали 4 километра и сердце перестал колоть наоборот будет хуже то есть бежите спокойно радостно не напрягаясь только сколько нравится потом об чувствуете не хочу стоп и так постепенно все больше больше у вас перегрев идет сильно вам нужна статика и пост до мужчины перегрев и лишний вес увеличиваются всегда лучше бегать все остальное искусственно чем естественное движение тем лучше вот бег когда человек бежит он знаете он входит как как будто он засыпает это если вы будете долго бегать вы поймете что как будто спать начинает в этом когда идешь не заснешь поверьте мне а когда бежишь вот так отключаешься и все есть даже я вот не знал почему теперь понял что есть такие долгожители в древней культуре были их называли йоги бегунцы они спали во сне ой бегать бегали по ночам и спали одновременно бежали во сне то есть он бежит и засыпает но это такой полусон такой он все помнит ли и они пробегали до 100 километров и они вот железное здоровье просто был железный дороги некоторые неподвижно сидят гималаев тоже железное здоровье принципе есть фотка одного мужика который прожил 256 лет я могу определять сколько я могу дерево вижу могу определить когда его посадили даже экспериментировали точно так и есть но сколько она проросло это дерево человек тоже возраст если я сконцентрируюсь я могу понять вот я посмотрел на этого человека и увидел что он точно жил 256 лет выставляете но он именно вот эти вещи делал но он еще плюс ел одни сырые корни он питался он жил в горах шел высоко в горы выкапывал корни и свежими и съедал раз в день и больше ничего не ел в этих корней ну ладно нормально все мои хорошие достаточно понимаю вам хочется чтоб я про вас что-то сказал вот у нас уже должна заканчивается лекция вам сейчас просто еще кое-что скажу чуть-чуть и мы будем желать всем счастья конце давайте вам скажу кое-что смотрите древней культуре говорится что есть пять стихий пять стихий природе и человеку всегда вот мы сейчас не говорим про болезни внутри тела то мы говорим про зарядку батареек вот смотрите мы поговорим про батарейки сейчас да вот смотрите допустим у человека не хватает оптимизма не хватает иммунитета нормального не хватает железа в крови у него нарушено зрение у него не плохо ссасывается в организме плохое пищеварение у него кости неплохо как бы костный мозг не работает нормально это значит что ему не хватает энергии солнца солнца понимаете это не значит что он типа в сибири живет или барнауле солнце мало и у всех кости будут больные энергия солнца это не само солнце есть есть грубый солнечный свет он сильной на юге а тонкий солнечный свет везде одинаковый и на юге и на севере вот этот тонкий солнечный свет он усваивается с помощью оптимизма или позитивного настроения когда говорят радость ра это солнце а дасть дарить то есть древние люди знали что радоваться означает брать солнце откуда если у тебя нет как ты подаришь брать солнце и дарить а теперь послушайте кое-что это правда это правда любовь субтитры крутая песня все правда все поведом зерна созревают на солнце и дают человеку солнечную энергию поэтому они перевариваются только в обед в обеденное время когда солнца много а вечером утром они плохо перевариваются ну неважно то есть я просто вам говорю о том что если человек начинает любить людей начинает хорошо радостно и когда он бегает на природе он радостный и желает всем счастья в это время он поглощает солнце даже если тучи над небом солнце восходит птицы поют хоть есть тучи хоть нет тучи не всегда путь чирик-чирик солнце восходит люди просыпаются почему потому что солнце восходит они не видят солнце но но есть и она действует теперь дальше если человек чувствует напряжение сильное если он не может спать если он курит и может расслабиться если человек устает ну как перенапрягается на работе там и так далее то это значит ему не хватает энергии земли земли земля расслабляет человек усыпляет успокаивает снимает напряжение запомнили если человек чувствует он не может общаться ни с кем у него диспункции в организме там аритмия в сердце в желудке придатках там везде диспункции он ему трудно разговаривать поговорим устал вот мне нет гармонии с природой это погода не нравится эта погода не нравится погода не нравится это значит у него не хватает энергии воды энергия воды дает человеку гармонию с природой дает гармонию с людьми функции все начинают нормально гармонично работать вода дает гармонию в организм запомнили теперь если человек чувствует нет концентрации внимания не хватает работоспособности низкий тонус вялость слабость значит не хватает энергии воздуха если человек чувствует что у него нет терпения нет как бы спокойствие в жизни стрессе постоянно находится на что не хватает энергии деревьев деревьев энергии и так все эти виды энергии человека поступают очень просто не надо думать о том чего не хватает просто вы занимаетесь статическими упражнениями делайте пост или двигайтесь бежите но при этом позитиве и старайтесь это все делать на свежий воздух если поститесь прогуляйте обязательно чуть-чуть и когда вы уходит на свежий воздух когда из природа земля солнце вода то в это время зайдет в организм то что надо главное просто настройтесь правильно и тогда вы получите то что надо понятно организм сам найдет что ему надо надо специально в него что-то впихивать вот электричество какое надо электричество такое компьютер усваивать ему сам а или в лесу или возле реки или в парке где бог даст просто найдите место где меньше людей больше природы деревьев и больше спокойствие настоящего чего-то не то что человек сделала то что бог сделал и тогда вас пойдет энергии входить а что делаем минус 30 тоже двигаться шубу одел побежал разогреешься по дороге я бегал всякую какие купался в ледяной воде сейчас вода минус 4 плюс 4 уже все везде я по сибири езжу я и в иркутске упался и в красноярске купался и в новосибирске в реке купался и в питере был до этого упался там в этих вот у них там каналы есть они говорят каналах нельзя купаться и купался отлично ничего на проблем нет вообще никаких я вам об этом тоже буду говорить как закаливаться а когда мне ехать я сейчас поеду туда потом сюда потом опять я вот куда могу туда хара движение хорошо любое движение хорошо лучше на природе нет возможности допустим вот допустим смотрите есть бывает одна женщина ко мне подошла мне порт искусственные суставы это же бегать и горьми надо а как мне двигаться возьмите встаньте на тренажер и руками уже бегите есть ручные тренажеры вот они руки и будет тот же самый эффект не обязательно ногами бежать иногда нужны тренажеры потому что человек уже не может как бы нормально жить ему нужны тренажеры и они тоже помогают природа всосется даже если просто окно откроете наш никуда не делась но на природе все равно лучше на живой но если и и за городом лучшим городе но у нас допустим нет возможно за город мы вдоль речки бегаем или в парке бегают тоже нормально все понимать но если нет и речки не так прямо по городу бегаем и тоже все нормально всем улыбаемся просто я вам растут завтра рассказ как люди дают что человеку тоже люди тоже это природа тоже дают человеку силы об этом тоже будем говорить нас сейчас уже просто время заканчивается и сейчас я кое-что вам тоже буду объяснять показывать это очень важно вы как вы считаете это полезно для вас то что я говорим нормально потому что обычно по семейным отношениям все хотят слушать вот теперь слушайте самое полезное есть три типа энергии побеждающую судьбу природа дает человеку здоровье запомнили первый тип энергии второй тип энергии люди дают человеку социальное развитие означает замуж работа положение в обществе деньги там что хотите это люди дают люди если человек любит природу и двигается на ней он получает здоровье если человек любит людей он получает мужа жену работу власть там все что хотите это просто сила отношения с людьми и если человек любит бога то он получает победу над непреодолимыми препятствиями которые невозможно преодолеть все преодолеваются с помощью бога и вот сейчас я вам расскажу как я много лет уже я этим занимаюсь 20 лет уже преодолеваю препятствия в жизни этот метод пришел из древней культуры я сначала пробовал сам молиться пытаясь помнить бога и я понял что у меня слабовато это получается я решил воспользоваться другой методикой которая с древних времен пользовались дети когда они в школе в духовной учились молитве а методика такая старший говорит ты сильно слушаешь его настроение голоса его как бы как он говорит и в его настроение обязательно в его скорости ритме а в настроении в его начинаешь точно так же повторять как он и в это время включается огромная сила у человека потому что пока человек помнит о себе действует карма его судьба как только человек начал помнить а те кто молится и забыл про себя в этот момент бог начинает менять судьбу запомнили то есть нужно сильно помнить те кто молится и как они повторяют молитву это самое простое то что я вам сейчас сказал дающие победу над судьбой